У одного из старейших градообразующих предприятий Ненинского округа, акционерного общества мясопродукты, новый руководитель. Вместе с ним глава региона обсудил пути выхода мясокомбината на новый уровень развития. Предприятие ведет свою историю с 1930 года. Качество его продукции неоднократно подтверждалось многочисленными престижными наградами. Сегодня здесь производят порядка 200 видов мясных изделий. И это не предел. В ходе рабочей встречи, которая прошла непосредственно на производстве, губернатор Ненинского округа поддержал инициативу предприятия – расширить ассортимент продукции. Вот это новая, да? Да. Мы рыбу не перерабатывали. Это сама треска, это не пища, это сама рыба. Сама рыба. Но и сейчас тоже мы не имеем права, это пробная была партия, мы не имеем права на производство рыбных консервов. У нас не аттестовано предприятие под переработку рыбы. Но на перспективу планируем, здесь уже, слава богу, инженерные сети коммуникации позволяют строительство нового цеха по переработке рыбы. Это даст нам дополнительные объемы. Мы должны быть объемы, которые нашим рыбакам даст. Сегодня Нарьинмарский мясокомбинат – практически единственное на постсоветском пространстве предприятие по переработке мяса, где не применяются консерванты. Глава региона уверен, что этот бренд необходимо поддерживать и продвигать. Познакомившись с процессом производства продукции и лично убедившись в соблюдении всех санитарных норм, Александр Цибульский и генеральный директор предприятия Казимир Кабалоев обсудили перспективы развития крупнейшего в регионе производителя мясной продукции. У нас комбинат для нас не просто рядовое предприятие, это на самом деле предприятие, которым гордится округ, которое является в общем символом, который связан с Нарьинмаром, с нашим оленеводством, с оленеводом. Как вы, наверное, поймете или уже поняли, это не просто место, где производится продукция. Это целый технологический цикл, на который завязано очень много отраслей, в том числе нашего сельского хозяйства. Мне бы очень хотелось, чтобы вы с вашим опытом, с вашими знаниями, с вашим желанием постарались, чтобы наш мясокомбинат выходил на все новые и новые рынки и на самом деле занимал то достойное место, которое мог бы и должен занимать. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо повышать его уровень автоматизации, модернизировать действующее оборудование, построить новый холодильный корпус. Такие изменения дадут возможность увеличить объемы производства. Руководитель предприятия подчеркнул также необходимость расширения фирменной торговой сети акционерного общества мясопродукты, как в регионе, так и за его пределами. Нарашивая сегодня холодильные емкости, мы сможем обеспечить большим сырьем свой коллектив. И даже при сегодняшних установленных мощностях мы можем увеличить, что я, кстати, планирую, даже в этом положении, планирую увеличить объем товарного производства на следующий год на 25-30%. Нам это крайне необходимо. И нужно улучшать экономическое состояние предприятия. Александр Цибульский поручил Казимиру Кабалоеву рассмотреть возможность расширения ассортимента продукции, реализуемой по социальной карте высокий возраст, рассчитанной на людей пенсионного возраста, а также обратил внимание на вопрос повышения заработной платы сотрудникам акционерного общества.